Думская АТВ продолжает свою работу в прямом эфире. В ближайший час «Ни слова о политике». Говорим о музыкальном театре с нашим гостем. А в студию к нам пришел Алексей Коломитцев, театральный режиссер, создатель и художественный руководитель театра Алексея Коломитцева «Театр ОК». Все верно? Ну, да. Слишком много Алексея Коломитцева в этом предложении. Ну, уж как есть. Я предлагаю посмотреть небольшой видеоматериал, подготовленный нашими журналистами. Это биографическая справочка. И потом мы вернемся в студию и начнем нашу беседу. Давайте посмотрим. И «Ни слова о политике». Алексей Коломитцев. Родился 16 апреля 1972 года в городе Никополь Днепропетровской области. Украинский композитор, театральный режиссер, а также актер и певец, оказавший значительное влияние на развитие современного украинского театра. Окончил вокальные и режиссерские факультеты Харьковского государственного университета искусств имени Котляревского. Работал режиссером и солистом в Харьковском государственном академическом театре оперы и балета. В 2006 году создал Театр Отверженных. Проект, в котором наряду с профессиональными музыкантами и певцами участвуют актеры с ограниченными возможностями. Осуществил более 20 постановок – опер, мюзиклов, музыкальных спектаклей. Его режиссерские постановки принесли ему неофициальный титул «Театральный бунтарь». В 2015 году заявил, что не намерен больше ставить спектакли в государственных театрах Украины. И со своими единомышленниками основал в Одессе авторский театр «Театр Алексея Коломитцева». И ни слова о политике. Ну вот, собственно, о Театре Алексея Коломитцева мы будем говорить большую часть времени, но всё-таки хочется для начала прояснить. Такой человек-оркестр, певец, вокалист, композитор, режиссёр, актёр. Что, в принципе, было изначально? Музыка или театр? И как это всё совместилось в итоге? Ну, для меня это всё, наверное, какие-то составляющие одной профессии. Потому что когда я сам себе вопрос задаю, кто я больше, режиссёр, композитор или исполнитель, наверное, я человек театра. Просто есть такие ипостаси, которые я могу доставать из своего жизненного опыта, из своего профессионального опыта. Ну, а профессиональный опыт, извини, перебью тебя, не маленький, потому что, несмотря на то, что авторский театр открылся совсем недавно, но, тем не менее, театральный опыт уже больше 20 лет, насколько я знаю, в различных театрах. Да, я занимался всю жизнь. В общем-то, это был такой выбор целенаправленный. Я занимался всегда музыкальным театром. То есть это были разные жанры. Действительно, и мюзикл, и опера, и какие-то такие трансформерные, синтетические вещи, которые в себе сочетали элементы разных музыкальных таких стилей. Были спектакли, которые назывались лайт-опера, футуристическая опера. То есть это такие специальные жанры, которые к каждому спектаклю придумываются. Да, это такая фишка, наверное, театра, да? Понимаешь, в самом определении жанров, пусть упражняются критики, наверное, потому что ты всегда как художник, как автор, задумываешь сделать что-то одно, а на выходе это может быть абсолютно какая-то иная форма, какая-то иная подача может получаться. Потому что в этом есть как бы и секрет, и загадка театра. Он очень непредсказуем. И моя дорожка в театре, она тоже... Если бы я на заре своей карьеры подумал, что меня ждет столько приключений... А вот что бы было? Решился бы на это? Или все-таки избрал какой-то более спокойный для себя путь? Ну, ты знаешь, наверное, я бы решился, потому что пока ты в этом не принимаешь участие, это всегда весело, это вот... Ну, такой вечный праздник, да, со стороны? Да, конечно, да, потому что вот жизнь насыщена приключениями, да? У него такая жизнь вообще просто, такая интересная, насыщенная. Вот, это, конечно, все со стороны. Вот когда ты сам есть эпицентр всех этих событий, и в этом существуют не только какие-то позитивные, да, и негативные вещи, вот, и все это тебя так захлёстывает, как в пучину, и ты как в море борешься с этими всеми стихиями, то, конечно, это в данный конкретный момент это непросто. Знаешь, как говорят, вот, нам, сейчас-то нам смешно, да? Вот, а тогда нам было не до смеха. Ну, зато как плавать научился, хорошо. Да, плавать, наверное, да, плавать, наверное, научился уже так, что уже… Ну, вот тебе, кстати, принадлежит фраза, что творчество — это рутина, да? Что на самом деле это, наверное, 90% какого-то рутинного труда, и только процентов 10, может быть, каких-то действительно таких вот моментов. Скорее даже не рутина, но рутина — это всё-таки, наверное, это я где-то, наверное, когда-то сказал, так ляпнул, да? А всё уже история запечатляла. Да, это очень скрупулёзная такая, очень… Ну, это сосредоточенный труд, скажем так. Да, то есть это творчество приносит удовлетворение, наверное, где-то только на выходе самого спектакля или создания произведения. Если ты занимаешься созданием произведения искусства, и ты как бы можешь себе в этом отдавать отчёт, что ты неграфоман, что ты занимаешься не псевдопоиском, а действительно используешь трибуну театра для того, чтобы донести свои мысли, которые будут интересны простому конкретному зрителю, простому человеку, обществу, если хочешь. И, конечно, в этом отношении это всё очень такой небольшой… Ну, это как всплеск, это как взрыв сверхновый, да? Вот он… А на самом деле всё, что до этого происходит, и это всё очень связано с кропотливым трудом, которым ты себя… Ну, это, знаешь, это же басня всё, да? Там вот, пока муза не пришла, да, вот там… Муза может прийти и обидеться, что ты спишь, и уйти в какой-то момент или так. А спектакль всё равно пускать нужно, да? Да, да. У тебя есть в конечном итоге процесс, у тебя есть… Ты завязан на многих вещах. Ответственность, в конце концов, потому что за тобой коллектив идёт? Ответственность, да. В конечном итоге это масса-масса вопросов, от которых зависит вообще дальнейшее твоё существование. Алексей, ну а в какой момент пришло понимание, что всё-таки уже состоявшийся профессионал, что уже что-то в профессии понимаешь, что-то удаётся? Ты, может быть, когда деньги начал зарабатывать? А, то есть всё это взаимосвязанные вещи? Ну, нет, на самом деле, ты же к этому идёшь осознанно, так? Вот. Ну, есть люди, которые приходят случайно в профессию. Ну, я не говорю о режиссуре вообще, в принципе, да. Говорят, там, человек занимает не своё место, да. Я считаю, что я, наверное, занимаю своё место в жизни. Я не говорю сейчас, там, о должностях, которые у меня были. Ну, я говорю сейчас вот именно о своём… Ну, о сути. О своей, да, о своей, как бы о сути. Вот ты, опять же таки, оборачиваясь на пройденный путь какой-то, вот, ты, как бы, оцениваешь это всё. Я научился со временем быть достаточно критичным к себе. Я понимаю, какие вещи я не могу делать. Например? Ну, я… Или это закрытая информация? Нет, ну, почему? Я, например, никогда не буду заниматься драматическим театром в чистом виде. Это не моё, так? Я никогда не буду заниматься, скажем, поп-культурой. Хотя, как бы, как ремесленник я это могу делать, да, потому что я пишу аранжировки, вот, качественно. У меня есть, там, достаточно, как бы, в портфолио моём вещей, которые, там, связаны с написанием и аранжировок, и песен, и саундтреков, вот, в том числе и, там, для поп-исполнителей, вот. Ну, когда-то я это попробовал, я для себя, наверное, где-то решил. Я этим заниматься не хочу в силу, ну, в силу просто каких-то творческих своих принципов. Потому что, если человек идёт в театр, он заранее, наверное, выбирает какой-то такой путь. Ну, это даже не путь, это джунгли, да, вот, вот тебе топор, вот, там, там, агавк, да, и вот, пожалуйста, иди. Хочешь – иди, не хочешь – не иди. Ты просто знаешь, что там есть цель, да, и надо прорубить этот коридор. Вот сложно было этот коридор всё-таки прорубить и найти свою нигде? Так я ещё рублю его, как? Я же ещё не дошёл никуда, вот. Я только вот где-то там, где-то, да, я надеюсь, что, ну, буду идти, пока сил хватит, пока будет какая-то энергия, потенция, вот, пока всё это Бог тебе даёт, вот, в такой совокупности, да, вот. Как бы это банально ни звучало, но театр – это вера, да, вот. Вера во что? Вера в то, что ты всё-таки добредёшь до своей этой не мечты, в которой заложена только там составляющая слава, да, признание. Ну, то есть есть какая-то конкретная цель в этой профессии, чего достичь? Или это беспрерывный такой процесс? Такая-то всё, это беспрерывный ответ на вопрос, в чём смысл жизни, ты понимаешь? Ну, как на него ответить? Ну, каждый отвечает по-своему и не отвечает никак, да? Вот. Ты пытай, ну, по крайней мере, надо пытаться ответить на этот вопрос. Если ты не пытаешься ответить, ты никогда на него не найдёшь ответ. Ну, я так думаю, что где-то мы там найдём его, где-то уже в другом измерении, наверное, каждый, да, для себя. Вот. Но пока ты ищешь, пока ты задаёшься этим вопросом и ищешь на этот вопрос-ответ, значит, ты живёшь. Ну, театр, в принципе, должен вызывать вопросы, вызывать вопросы у тех, кто его делает, собственно, у режиссёров, у актёров и у тех, кто приходит посмотреть из зрительного зала, у зрителей. Вот о чём сегодня хочется со своим зрителем поговорить, какие вопросы предложить ему для обдумывания, для размышления. И в продолжении вопроса, зрители – это союзники или оппоненты, скорее, для тебя? Ну, первое пожелание, значит, такое побажание. Зняты рожевые окуляры, врешті-решті. Потому что мы как… Ну, телевидение – это одно. Это не… Я ни в коем случае не хочу никого обидеть. Вот. Такое ощущение, что это у нас разные абсолютно какие-то… Рожевые окуляры ещё до чого? До той реальности, в которой мы находимся. То есть, когда… Я думаю, что человек со стороны, там, скажем так, неискушённый или который не знает Украину, вот, если он бы… Если его заставить, там, посмотреть неделю, как бы, вот, новостные каналы, неважно, какие там, да, вот, государственные, там, частные, в принципе, человек посмотрит, скажет, ну, так всё нормально у вас, в общем-то, да, ну, как бы, всё прекрасно. Ну, есть, конечно, проблемы, всё молодцы, ну, классно всё, да. А потом сделает ему человеку экскурсию, так, по любому году. То есть, сегодня тяга в какой-то мере… И это абсолютно несопоставимые вещи. То есть, я думаю, что эта разница, она сейчас чудовищна между реальностью и теми вещами, которые мы себе сами придумываем, для того, чтобы не было так тяжело. Ну, сейчас в разных точках Украины люди действительно живут абсолютно по-разному. Да, везде одинаково живут, ну, правда, есть нюансы везде, так, ну, я-то был, как бы, я это могу… Понятное дело, что я, в общем-то, достаточно узкий круг людей, как бы, наблюдаю, да, вот, потому как это театралы, там, люди творческие всё, да, сплошь и рядом, вот. Ну, я, например, могу сказать, что вся, все проблемы, всё, там, в этом отношении вот с хит и за хит разум, ты понимаешь? Что во Львове, что в Харькове одни и те же проблемы, понимаешь? Ну, то есть театр сегодня на себя берёт вот эту функцию информирования, как бы, да? Ну, вот, к сожалению, нет. Вот, к сожалению, вот я хочу, понимаешь, вот я и такие, как я, наверное, это слишком много якою, мне когда-то это поставили в упрёк, что он слишком много якоет, вот. Ну, художники, а как художник, может быть, без я, да, без своего, вот. Поэтому, если бы, ты понимаешь, там, вот, справки прозвучало, там, да, вот… Про театральный бунтарь сейчас? Да, не про театральный бунтарь, нет. А о том, что я там, в общем-то, отказался работать в государственных театрах. Да, ну… Да, это было осознанное решение. В 20 лет, вот, знаешь, сизифового труда, вот, на государственные структуры, вот, они в конечном итоге меня… Ну, я знаю, что закрывали спектакли, там была целая череда каких-то историй, да? Ну, вот именно, не важно, где это, Полтава, Львов, Харьков, везде одна и та же, как это сказать, помягче, да? Одна и та же ерунда. Ну, а с чем это связано, что нет, опять-таки, единомышленников, которые готовы какие-то резкие, может быть, где-то идеи поддержать? Да нет, ну, вот, как бы, ты понимаешь, если бы у меня не было единомышленников, я бы, в принципе, эти спектакли не поставил, понимаешь? Потому что, когда режиссер не может своей идеей заставить актера гореть, так, вот, а тем более, у меня добрая половина спектакля – это такие спектакли, в которых, там, ансамбль может, могут достигать, там, и 80 человек, так, то есть достаточно такие более масштабные проекты, так, вот. Вот, и когда ты не можешь управлять этим механизмом, то, в принципе, чтобы, там, какие-то твои, там, идеи не были интересными, но если ты их не можешь адаптировать к актерскому составу, то ты, в принципе, никогда эти спектакли, то есть, в принципе, я эти спектакли никогда бы не выпустил. Я же их выпускал, так, и люди шли за мной. Но потом, в какой-то момент всегда случался один какой-то надлом, вот, и этот надлом всегда был извне, вот, то есть, все это начиналось в одном, там, в одних случаях, это, какая-то прихована цензура, так, вот, когда тебе, как бы, не рекомендовали, там, да, вот, делать такие-то, такие-то вещи, вот. Или пересмотреть, там, свои взгляды, там, да, вот, в некоторых случаях это доходило до судов, например, там, я уже сейчас могу сказать, знаешь, как, вот уже много лет... А, то есть, отсюда и пошло вот этот театральный бунтарь, да, стандартный... Много лет прошло, у меня есть, слушай, у меня есть уникальный документ, у меня есть уникальное решение суда, вот, причем обычно, как, работник подает на предприятие, да, вот, ну, я же, как бы, режиссер, да, и у меня есть директор, который меня взял на работу. Например, да, вот, у меня есть уникальное решение суда. Мне запретили ставить спектакль «Дон Жуан» в оперном театре, так, в Харьковском. Я сказал... Что там такого было возмутительного? Чем-то шокировало руководство? Вот, ну, Дон Жуан, сама тема, как бы, ужас, да, сама по себе, как бы, такая, достаточно фривольная, вот, и вокруг, понятно дело, чем люди занимаются там в спектакле, да, вот, но там был, как бы, такой месседж, скажем так, который не совпадал с курсом... Курсом партии, понятно. Партии, да. Так, слушай, так это ты будешь смеяться, вот, но решение суда так и звучало. Запретить коломийцев ставить спектакль «Дон Жуан» в связи с тем, что его режиссерские принципы не соответствуют канонам академического оперного искусства. Ты можешь себе вдуматься, да? Вот, и это принималось не когда-то там, да, это принималось в независимой Украине в 2007 году. Но это не стало сюжетом для нового спектакля, кстати говоря. После этого родилась там масса всяких вещей. Может быть, для этого эта ситуация как раз и... Да, они все, я потом, после этого, конечно, я стал более таким агрессивным, наверное, еще более, так, как ни странно. А вот все вот эти ситуации, они идут в копилку, естественно, опыта, и потом все равно каким-то образом всплывают. Ну, конечно, оно все, оно все, это же все по спирали, так, вот, весь твой опыт, он в конечном итоге тебя потом наталкивает на какие-то, так, это ступеньки. Даже не ступеньки, ты знаешь, как тебя бросают в яму, да, у тебя есть два выхода, там, или там заснуть, вот, и не проснуться, вот, или пытаться, вот, да, вот по этим стеночкам, да, вот, выбраться к солнышку. Ну, вот, а что касается цензуры, наверное, у тебя, в принципе, это бессмысленно спрашивать, да, в связи вот с таким опытом, но, тем не менее, должна быть, в принципе, какая-то цензура, и кто ее должен, может быть, сам художественный руководитель театра? То есть, она должна быть какая-то самоцензурой, или все-таки какой-то извне? Ну, самоцензура – это само собой, так вот, но у каждого же свои представления о морали. Ну, вот что конкретно для тебя допустимо на сцене, а что нет? Какие-то табу существуют, в принципе? Какие-то, может быть, темы, какие-то приемы, которые… Ну, во-первых, у нас, к сожалению, я всегда говорю на подобных случаях, что, к сожалению, у нас наступило время талантливых дилетантов. У нас, как бы, профессия самообразования, самополучение профессии, оно как-то снивелировалось и ушло в какое-то такое второстепенное, ну, то есть, как говорится, да, в получении корочки, да, вот, поэтому я, например, в этом отношении себя считаю, наоборот, консерватором. Не знаю, вот, знаешь, вот, ну, все, как бы, конечно же, как-то со стороны это выглядит, вот, он не такой, как, ну, это хорошо, во-первых, что не такой, да, вот. Вот, но я тебе скажу, что я знаю эту кухню, технологию, так, и я в свое время прошел эту школу, и я благодарен своим учителям, так, вот, которые были абсолютно другими, которые занимались абсолютно другим театром, вот, но в принципе и приемы, они давным-давно уже все придуманы. Они все, все эти ингредиенты, они уже давным-давно в твоем ресурсе, вот, которые были и сто лет назад, там, да, ничего не изменилось, вот. Просто вопрос, как ты их смешиваешь, вот. Это же алхимия, да, диатор, вот. То есть, как там у алхимиков, да, соль, сера, вот, голова, да. Ну, то есть, постоянно находишься в поисках вот того философского камня. Да, ну, твое желание изобрести и найти философский камень, вот, да, оно, как у алхимиков, приводит к абсолютно неожиданным результатам. Философский камень ты не нашел, но ты открыл гораздо много для себя интересных вещей, вот. И они какие-то неожиданные, парадоксальные вещи, которые в твоей жизни происходят, вдруг они сами по себе, вдруг тебе рассказывают то, чего ты сам не знал. У нас есть небольшой фрагмент одного из спектаклей, предлагаю посмотреть, и потом мы вернемся в студию, продолжим нашу беседу. Давайте посмотрим видео. И не слово о политике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И не слово о политике. Мы продолжаем говорить о музыкальном театре. У нас в гостях Алексей Коломитцев, режиссер и художественный руководитель театра Алексея Коломитцева. Ок, да, уже можно говорить, театр или рок. Да. Ну вот опять-таки в одном из интервью ты говорила, что сегодня театр зачастую делает шоу, да, мы об этом тоже уже немножко сказали, удряется в такую поп-культуру, от этого, естественно, страдает художественная часть. Но как все-таки совместить? Ты, по всей видимости, нашел какой-то свой рецепт, потому что спектакли-то зрелищные, они яркие, действительно. Нет, так я ни в коем случае не против шоу. Вот. Я, может, неверно поняла меня, вот. Я наоборот, как бы… Ну объясни тогда, как. Ну многие вещи, которые… Шоу-то тоже, это очень многогранный жанр. Вот, если… Понимаешь, у нас просто все сводится к псевдо, да, вот. Не шоу, может быть, а зрелищность. Зачастую художественная часть уступает место зрелищности, да? То, псевдо-зрелищности. Вот, понимаешь, зрелищность, это тоже хорошо, это тоже супер все. Понимаешь, и зрелищность, и шоу, вот, и кабаре, если хочешь, да, ну, я не знаю, там, куда вообще… Аперета, например, которой я руководил в Харькове, да? То есть, я так понимаю… Многие относятся к ней как к пошлому жанру, да? Ну кто ее сделал пошлыми? Ну не Имреш Кальман с Лигаром, понимаешь, с этими великими композиторами, да? Не Жак Оффенбах, да? Вот. Сделали кто? Сделали служители, понимаешь? Как всегда, все взяли и опошлили. Вот. Уже я видел такие опереты, мама дорогая. И, конечно же, когда ты смотришь какие-то образцы, там, в той же, там, в опереграции, да, вот, в свое время, вот, посчастливилось просто. Мне вот, ты понимаешь, беда, мне в Европу надо было не ездить тогда, у меня был какой-то период, я… Испортила вам вкус, да, и теперь уже… Да, она просто, она просто поняла, я просто понял после того, что, ну, как будто что-то с театром в Украине надо делать, потому что, ну, на самом деле, вот, ты посмотри, ты видишь, какая тенденция, вот, ты говоришь, цензура, да, цензуры прямой нет, да, на самом деле. Ну, посмотри, что происходит. У нас паломничество европейских театров, а почему они сюда не ездят, скажи мне? Ну, почему, там, можно привести, там, Дэвида Гаррета, да, например, там, музыкальные какие-то образцы, да, там, супер какие-то вещи, да, вот, а театр… Вот, театральные трупы к нам не ездят, не жалуют нас. Спроса нет, да? Да нет, я думаю, не спроса нет, потому что, если сейчас массово начать завозить то, что делается в театральной Европе, в Украине, да, то просто 99% наших театров государственных надо в утиль списывать, понимаешь, ну, просто, вот, просто, как профнепригодные. Ну, а почему так происходит? Я понимаю, там, раньше, да, был какой-то, там, железный занавес сто лет назад, и невозможно было, может быть, какие-то образцы… Ну, а куда он делся что-то, подожди, ну, что у нас… Ну, сейчас же могут люди, которые руководят театрами нашими… Да, подожди, у нас не слово о политике у нас, да, как бы, да, но, в конце концов, ну, если мы уже говорим, об этом заговорили, да, что пятая колона куда-то делась, но никуда не делать. Вот, она себя, по-моему, чувствовала и 25 лет назад прекрасно, и сейчас, вот, ну, поэтому, я думаю, что это все… Знаешь, в театре нет, в Украине нет денег, говорят, в Украине нет денег на театры, ну, как это, подождите, в Украине под 150 театров, да, у каждого финансируя, мама дорогая, штаты, там, в среднем под 200-300 человек, да, это бешеные деньги, да, вот, но в театре, в той формуле театра, который существовал, да, ничего не изменилось со времен Советского Союза. Не, ну, сейчас же вышел новый театральный закон, как раз, мы тоже много о нем говорили. Ну, и вышел, ну, и что, и как он нам помог, вот, ну, и что, ну, как этот закон. Ну, вся эта конкурсная система, она для чего? Ну, как бы, ну, для своих, для компашек, понимаешь, местных. Вот, сели там компашки, да, вот. То есть, по сути, все останется так, что ты считаешь? Да, еще это усугубило все, понимаешь, сели там, да, там, львовские ребятишки, там, да, решили там узаконить себя, да, или там, неважно, там, да, полтавские, да, там, или, не буду, как бы, никого обижать, да, вот. Ну, сели и для себя придумали этот, там, я знаю, кто его лоббировал, понимаешь, этот закон. Я знаю, как этот конкурс потом проходил, понимаешь, это одно, это пародия, а не конкурс, понимаешь. Ну, все-таки же театры государственные тоже разные есть, в которых действительно достойные спектакли выпускаются. Да, есть, и вот в том-то и дело. То есть, зависит все-таки от руководителя, от конкретного человека. В том-то и дело, это все вопреки. Нет, это все, знаешь, это как недогляделие. Вышел, хоп, какой-то проект супер. Потом, смотришь, он через год закрылся, понимаешь. Вот так вот бывает это все, это вопреки, к сожалению, так. То есть, вы команду тоже называешь волонтерами от театра, которые, в принципе, создают что-то скорее вопреки, а не благодаря. Человек-то приходит в театр, молодой, амбициозный. Зачем? Для того, чтобы стать, а, звездой, для того, чтобы, ну, если он актер, да, если он режиссер, звездность его волнует как бы в другом немножко более таком, да, в более временном отрезке, да, он хочет оставить после себя след, да. Вот, неважно, режиссер, драматург. Вот. И, естественно, как бы он приходит весь, он горящий, понимаешь. Вот. Он приходит горящий, он делает массу мощных шагов, понимаешь, от него прет энергия, так, которая обжигает все вокруг. Вот. И потом, как бы, система смотрит, и он же сейчас тут все спалит нафиг. Ребята, давайте его тушить, да. И на него баллон с огнетушителем. Все, его потушили раз, два, три, четыре. Вот. В лучшем случае он остался в театре, в худшем случае он ушел в рекламу, в кино, там, или в какие-то другие... Понятно, в какие-то прикладные профессии. А, ну, сейчас у тебя свой театр. Ты планируешь приглашать вот таких вот талантливых людей, которые остались как бы за бортом официального театра? Они не за бортом, нет. Знаешь, как у Высоцкого. Да, я не люблю насилие и бессилие, да. Я тоже мог бы сейчас тут сидеть и тут рассказывать, вот, вот, какие все сволочи, а я тут один такой вот несчастный, непризнанный гений и все такое. Да нет, тут как бы, ну, там, стукнули тебя по башке, да, там, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вот, восемь, да. Вот, ребята, вставайте и идите, вот, да, и если вы, если мы будем друг друга находить, я как бы и... То есть театр открыт для сотрудничества и ты готов приглашать интересных, перспективных, открывать какие-то новые имена? Мы с Дашей, вот, как-то, вот, директор театра, так, мы с ней, в общем-то, на одном из таких совещаний, они у нас происходят достаточно часто, да, вот, и нам не надо ждать, там, вторника, вот, планерочного, да, какого-то, вот. Вот, мы выработали, как бы, эту концепцию, что это не театр для того, чтобы потешить свое самолюбие, свое эго, а этот театр, это открытая площадка для всех таких же, вот, альтернативщиков, для экспериментаторов, для людей, ищущих, горящих, вот. Вот, мы в этом отношении, мы делаем поиск, так, вот, и если нас будут находить, и, то есть мы всегда открыты, как бы, для всех проектах. Вы будете только рады. Алексей, времени очень мало остается, у меня еще два вопроса, буквально очень коротко. Ты в одном из интервью, опять-таки, сказал, что к своему Гамлету, ну, такому условному Гамлету, ты еще не пришел, ты на пути к нему. А вот, что для тебя, вот, этот Гамлет, то есть это буквально будет Гамлет, или это какой-то... Слушай, ты знаешь, я тебе скажу, я шел на передачу и думал, знаешь, какую вещь, я пришел сегодня к своему Гамлету, знаешь, какую тогда... Серьезно? Ну, вот тогда рассказывай, что это будет буквально в двух словах. Слушай, короче говоря, я, знаешь, какой вопрос у тебя ожидал, а вот, что мы сейчас подойдем к нашему спектаклю, который вот мы сейчас выпускаем, детский спектакль, вообще для малышей. Мы этим будем завершать. Я сейчас в шоке, самое целое, понимаешь, я вообще для малышей, я ставлю спектакль, вот, спектакль «Фейнка» по Алексею Голованову, автору. Это и есть твой Гамлет? Тот, который «Республика Шкид» написал, да? Вот, у нее есть замечательная сказка, мы эту сказку сделали музыкальной, смешной, вот, такой, очень странной, вот. Но вопрос в том, что я только сейчас понял, что я ставлю сейчас детский спектакль, потому что вот только я сейчас стал к этому готов, понимаешь? То есть Гамлет оказался «Фейнкой», можно так сказать. Да, у меня на самом деле к детским спектаклям была неприязнь, как я думал, знаешь. Но ты не относился к ним серьезно, да? Не рассматривал как свой жанр? Да, на самом деле я понял, что это очень тяжелый жанр, это мега тяжелый жанр вообще, слушай. Я просто сейчас с этим столкнулся, я понимаю, какая это вообще ответственность, когда ты берешься за такие вещи, понимаешь? Поэтому вот «Фейнка» для меня сейчас это мой Гамлет. Ну и у нас буквально 30 секунд, чтобы сказать, когда будет, когда этот Гамлет «Фейнку» можно будет посмотреть в Театре ОК? Ну вот уже в пятницу, в эту пятницу, 24 декабря, премьера. 24, 25, 27, 3, 4, 5, там на сайте у нас вся информация-то есть, в 11 часов, там какие-то спектакли в 15, наверное, там есть. Ну, хочу, наверное, конечно же пригласить всех одесситов, мы тут можем говорить все, что угодно. Но не зритель должен сам прийти и составить свое собственное мнение. Приходите своими глазами, вот посмотрите, у нас там будет очень масса таких интересных вещей, вот которые, кстати говоря, вот, да, вот, это же тоже элементы шоу, да, там, то есть там у нас будет и мультяшная видеопроекция, которая специально сделана, то есть там она будет интерактивная такая, она будет сама там вообще там, дети с ней будут разговаривать. Очень много придумал опять в этот раз. Да, у нас мы все-таки сделали это, мы это сделали, мы сделали квадрозвук, причем такой мощный, вот, по фэншую, как говорится, так, поэтому я думаю, что немногие театры в Украине могут похвастаться за такой вообще, такими акустическими возможностями, поэтому, как бы, мы, мы ищем свою, как бы, фишку тоже, да, понимаешь, вот, творчество творчеством, вот, а все-таки, ну, комфорт комфортом, да, вот, там, нам говорили, вот, у нас там, да, у нас там холодно, да, на первом спектакле было. Ну, вы работаете над этим, да, мы говорили об этом с твоим директором. Вот, поэтому все, потихонечку мы все эти вещи, как бы, поэтому все, фенька, у нас вот до пятницы все, у меня вообще, я вообще не знаю, как это меня на разговор этот вывело вообще, я думал вообще, только о феньке, о феньке, о феньке, все, фенька 24 часа в сутки сейчас. Ну, 24 декабря, друзья, приводите своих детей, приходите сами в театре ОК на Черноморского казачества 117. 117. Это очень недалеко от центра, на самом деле, вот, многие. Можно будет прийти и посмотреть, да, на такого современного Гамлета. Алексей, спасибо, что пришел сегодня к нам в студию, напомню, что у нас в гостях был Алексей Коломинцев, режиссер и художественный руководитель театра ОК. Спасибо тебе еще раз, я прощаюсь с вами до завтра, впереди вас ждет выпуск новостей с Ксенией Терзи и вечер на Домской с Александром Новицким и Аллой Есиной. Оставайтесь с нами, будет интересно. Только новости культуры. Последние театральные премьеры. Самые свежие кинособытия. Открытие художественных выставок. И ни слова о политике. Дождь эскортизии. Продолжение следует. Продолжение следует...